Теперь на сцену выйдут целых четыре человека. Это дипломант фестиваля за лучшее исполнение песен Ольга Васильева. Лауреат фестиваля за лучшее композиторство автор музыки Михаил Гантман. И обладатели приза зрительских симпатий дуэт Ольга Васильева и Михаил Гантман. Вот такая несмешная шутка получилась. Ну, вы знаете, Джавид просил спеть эту песню, и для нас сегодня фестиваль, скажем так, он стал абсолютно полным, потому что нас сегодня по городу водил Фуадо Хундов. Огромное ему спасибо. И во время его экскурсии он рассказал в том числе историю одного из домов. Я сейчас уже не вспомню фамилию, к сожалению. Но ребенок вспоминал события революции и описывал, что происходило в городе. Казалось бы, прошло уже почти сто лет, а все равно всякие дурацкие ситуации на детях до сих пор сказываются. Вот. И мы споем такую песенку. Это стихи и музыка Юрия Висбора и проза Юрия Висбора. Песенка «Речной трамвай», а проза из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». По самой длинной улице Москвы, По самой тихой улице Москвы, Где нет листвы, но много синевых. Там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Чаще всего в эти дни мне вспоминалась моя дочь, моя маленькая Танюшка. Мы садились с ней вместе в наш троллейбус номер 23. Народу было мало. Я сажал ее к окну, а сам садился к проходу, Но счастлива от мысли, что могу защищать ее от других людей. Мне жизненно не обходило видеть ее. Я с легкостью отдал бы свою жизнь за ее. Москва-двенадцать, он не ледокол, Да и Москва-речушка не него. Мне с тобой так просто и легко, Как будто здесь уже и не Москва. Папа, а давай почитаем? Давай. И тонко подталкивая ребенка к чтению, говорил. Ну, ну начинай. А-п-е-те-ка. Правильно. В принципе, было правильно. А в летних парках развеселье дым, Легка любовь и ненадежна грусть. И мы на это с палубы глядим, Сюжет той пьесы зная наизусть. Иногда ее вопросы ставили меня в тупик. Я даже предположить не мог, Что она думает о таких вещах. Помню, она как-то спросила меня, Па, если я спрячусь под кровать, Бомба меня не убьет? Я был просто в отчаянии, Что в этой голове могут роиться такие мысли. Мася, в твоей жизни не будет никаких бомб. Но наш вояж на счастье обречен. И не спугнуть бы это невзначай, И лишь плечо касается плечо, Когда волна волнует наш трамвай. Пап, а я умру? Нет, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить очень долго и счастливо. Пап, а я не хочу рождать. Почему? Это больно. Но ведь мама тебя как-то родила, а? Ладно, но только одну девочку. Хорошо, девочку так девочку. От столкновений на бортах клеймо. О, наши жизни точно корабли. Немного краски, временный ремонт. И вот опять мы в плавание ушли. Пап, а тех, которых утанывают, Их водолазы спасают? Ну, некоторых спасают. А мы с тобой некоторые? Да, безусловно, мы некоторые. Мы не утонем в море, Нас спасут водолазы. Мы спрячемся от бомбы под кроватью. Дети не терпят несправедливости. Они рождены для жизни такой, Какой она должна быть. Чистый и незамутник. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал Москва двенадцать, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал Москва двенадцать, старенький трамвай. Спасибо. Спасибо вам огромное.